Друзья мои, какая примета сегодняшнего дня? Вич и мода набирает обороты. В связи с этим представляю вам исследователь моды, автор книги 100 стилей, как не заблудиться в моде, автор ютуб-канала об истории моды, модной истории с Натальей Ксенчак. Привет, друзья! На моду, как мы с вами знаем, влияет множество факторов, от политической ситуации и войн до научных открытий. На моем канале вы уже можете узнать о том, как Гитлер вместе с нацистами или космонавтика повлияли на моду. Например, в 16 веке, как заметил немецкий врач Генрих Гейзер, пандемия сифилиса стала законодательницей мод. Об этом тоже вы можете увидеть ролик на моем канале. А в 20 веке появилась болезнь, которая, пожалуй, еще сильнее повлияла на мир моды. Что такое ВИЧ и СПИД? СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека ВИЧ. Правильное название этого заболевания – ВИЧ-инфекция. СПИД является ее конечной стадией. ВИЧ поражает клетки человеческого организма, которые призваны бороться с инфекциями – клетки иммунной системы. И лекарство от него на сегодняшний день не найдено. Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только тогда, когда он попадает в кровоток через поврежденную стенку сосуда. И только тремя путями – половой, кровь, кровь, мать, дитя – через роды или грудное вскармливание. Нельзя заразиться ВИЧ от дверных ручек, мест общего пользования, посуду, еду, душ, баню, бассейн, укусы комаров, рукопожатие, ласки, объятия. Изначально это был вирус иммунодефицита обезьян – ВИО. Как утверждает немецкий ученый Карстер Мюнг из университета Генриха Гейне, вирус мог попасть в человеческий организм с мясом или кровью обезьяны. Произошло это из-за мутации в ядрах клеток нулевого пациента. Его ДНК имело необходимые для заражения гены. Так, вирус иммунодефицита укоренился в организме человека. Вероятно, впервые заражение человека произошло в 1930-х годах, а в 1959 году в Конго впервые был зарегистрирован случай смерти от СПИДа. В 1969 году были зафиксированы симптомы СПИДа у американских проституток. В 1978 году симптомы обнаружены у гомосексуалов в США и Швеции, а также гетеросексуалов в Танзании и Гаити. В 1980-х годах медицинское сообщество заговорило о эпидемии новой болезни. Многие не верят в реальность этой инфекции, и этому способствуют две причины. Во-первых, заболевшие долгое время чувствуют и выглядят как здоровые. А во-вторых, вирус, причинный фактор заболевания, настолько маленький, что не был зафиксирован ни одним электронным микроскопом в мире. Сегодня диагностика проводится только по различным признакам. Наличие специфических белков, антител к вирусу или определение нуклеиновых кислот вирусных частиц. В 1988 году в СССР произошло массовое заражение ВИЧ-инфекцией 4 женщин и 75 детей. Это произошло из-за использования медработниками нестерильных шприцов во время переливания крови. В обществе же считалось, что ВИЧ и СПИД это кара за проституцию, наркоманию и гомосексуальность. Это впечатление долго поддерживалось из-за того, что от СПИДа в основном умирали гомосексуалы. Актеры Рок Хадсон и Энтони Перкинс, певец Фредди Меркури, балетмейстер Рудольф Нуриев, философ Мишель Фуко, художник Кит Харринг. Список можно продолжать. Самый большой удар, который СПИД нанес модной индустрии, это, конечно же, смерть талантливых людей, дизайнеров, стилистов, визажистов. Все в индустрии гомосексуалы. По крайней мере, все хорошие дизайнеры среди мужчин. Сказал в 1980-х годах открытый гей дизайнер Руди Гернрайх, известный изобретением монокини и авангардными коллекциями. В 1986 году от вирусного энцефалита, связанного со СПИДом, скончался американский дизайнер спортивной одежды Перри Элис. Ему было всего 40 лет. Вирусом, вероятно, он заразился от своего партнера Лафлина Баркера, который умер годом ранее от той же болезни. Сейчас имя Перри Элиса почти неизвестно, но его современники говорили о том, что дизайнер внес ощутимый вклад в развитие спортивной американской моды. Его модели были простые и комфортные, с элементами спортивного стиля. Элис отдавал предпочтение спокойным нейтральным цветам, которые никогда не надоедали и не выходили из моды. В 1987 году умер 53-летний Питер Худжер. Американский фотограф, чья работа «Кэнди Дарлинг» на смертном ложе, признана искусствоведом Артуром Данто одной из величайших фотографий столетия. Это был снимок, где на больничной койке среди цветов лежит умирающая от рака крови звезда Энди Уорхола, трависти Кэнди Дарлинг. Питер Худжер отличался тем, что снимал тех, кто не был похож на героев массовой культуры 1970-х. Некрасивых любовников, угловатых юношей, умственно отсталых детей, проституток и трансвеститов. В 1989 году не стал американского художника и фотографа Роберта Мэпплторпа. На момент смерти ему было 42 года. Известность пришла к нему после того, как он начал использовать в своих работах такие темы, как гомоэротизм, гомосексуализм и сцены Сада Маза. Стержнем и основой зрительных излишеств Мэпплторп сделал мужской член. Фотограф не соглашался с утверждением, что его изображения провокационные и шокирующие. Мужской член и, например, цветок равны изящны. Есть люди, которые не могут это признать. Для меня это очевидно, говорил Мэпплторп. Самой известной его работой стал снимок «Мужчина в костюме из полиэстера» 1980 года. На снимке изображен мужчина, прилично одетый, при этом он возмутитель общественного спокойствия. Сегодня работы художника покупают на аукционах за бешеные деньги. Среди наиболее известных деятелей моды, умерших от спида, стал итальянец Франко Маскино, основатель модного дома Маскино, чей яркий ироничный стиль не спутать ни с кем. Он любил высмеивать мир моды. Например, он мог написать на поясе «талия стоящая денег», а на пиджаке «дорогой жакет». «Мне кажется, что мода – такой предмет, в котором всегда можно находить смешное. Но в итоге это самый сложный объект для смеха, поскольку люди относятся к нему слишком серьезно», – говорил дизайнер. Умер Франко Маскино в 1994 году в 44 года. Ходят слухи о том, что ВИЧ положительным был и известный итальянский модельер Джани Версачи. 50-летний дизайнер был убит в 1997 году. В 2018 году вышел сезон сериала «Американская история преступлений», посвященная убийству Версачи, где показано, как дизайнер употребляет лекарства для ВИЧ-инфицированных. Родственники Джани осудили этот эпизод, однако фильм был снят по документальной книге журналистки Мори Норд. «Вульгарные пристрастия» Эндрю Кьюненон, Джани Версачи и «Самая провальная полицейская операция в истории США». В книге развеян миф о том, что Кьюненон убивал своих партнеров так, как подцепил от одного из них ВИЧ. На самом же деле ВИЧ положительным был Джани Версачи, а не его убийца. Правда ли это? Или Версачи все-таки страдал от рака внутреннего уха, как говорят его родственники, мы теперь вряд ли узнаем. В 2014 году появилась информация о том, что, возможно, и другой гений моды британский дизайнер Александр МакКуин был ВИЧ положительным. Автором сенсации стала журналистка американской газеты New York Post Морин Келлахан. В ее книге о людях, повлиявших на моду в 1990-х, сообщается, что МакКуин рассказал о положительном статусе своему другу Крису Берду. Также МакКуин завещал некоторую сумму двум фондам по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Считается, что дизайнер впал в депрессию после смерти своей матери и покончил с собой. Но, как предполагает Келлахан, известие о ВИЧ могло стать еще одной причиной суицида. Было это так или нет, остается тайной. Кроме гомосексуальных мужчин, в списке деятелей моды, погибших от СПИДа, есть и женщины. Американская модель Джиа Каранджи стала известной благодаря тому, что стала одной из первых в мире супермоделей и первой в мире зарегистрированной женщиной, умершей от СПИДа. Каранджи была востребована и в 1970-х благодаря своему умению перевоплощаться в разные образы и нетипичной для того времени внешности. Среди ее работ – скандальная фотосессия для американского УОК, где девушка снялась в обнаженном виде, и обложка Космополитен, где модель позирует в желтом купальнике. Каранджи была открытой лесбиянкой, но постоянных отношений не имела и чувствовала себя одинокой. Вместе с большими гонорарами усиливалось ее одиночество, и она пристрастилась к наркотикам. Зависимость превратила ее в капризную истеричку, и в 1983 году ее модельная карьера завершилась. Скончалась Джиа Каранджи в 1986 году от мневмонии, связанной со СПИДом. Девушке было всего 26 лет. От удара, который СПИД нанес модному сообществу, индустрия не оправилась до сих пор. Британский модный критик Чарли Портер в своем блоге написал, Поколение творческих людей уничтожено. Представьте молодого дизайнера из Лондона. А теперь заберите у него всю поддержку. Ассистента, парня, который делает прически на его шоу, байера, который обеспечит продажи, покупателя, который купит одежду. Даже если сам дизайнер останется живым, его мир будет уничтожен. А теперь умножьте эту единичную историю на всю индустрию, и вы увидите, каким был эффект СПИДа. Я уверен, что в Лондоне не было стильных дизайнеров в 1990-х и 2000-х именно из-за этой трагедии. Повлиял СПИД и на другие аспекты моды, о чем мы с вами обязательно поговорим уже в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова